На Ренуар, как и вся страна, продолжает готовиться к 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Кадеты, например, уже тренируются нести почетные караулы и дежурство у монументов. Смотр строя и песни среди школьников прошел в спортивном комплексе «Лидер». Конкурс собрал 10 команд, которые показали искусство строевого шага. Голубые береты, МЧС, спецназ. С разнообразием ребячих войск познакомилась Любовь Пермякова. Смотр стартовал. Ребята шагают дружно, чеканя каждый шаг и соблюдая интервалы в шеринге. Всего в составе команды 9 участников. Каждый строевой прием оценивается по системе зачет и незачет. Особая ответственность на плечах командиров. Ну, конечно, капитан меняется, ошибки остаются тем же. Но пытаемся справлять, работать над своими ошибками. Но, конечно, волнуются капитаны, потому что все новое для них. Новые команды, новые соперники. Я бы тоже, наверное, испугался, если был бы капитан. Оценивается не только строевой шаг. Дисциплина строя, внешний вид, сдача рапорта, выполнение перестроев и, конечно, исполнение песни. Учитывается каждая мелочь. Самое трудное, наверное, петь песню и пытаться не чистить. Но это у нас немножко не вышло, но ничего. Неожиданным для зрителя стало то, что в смотре приняли участие совсем юные участники военно-патриотического клуба «Поиск» поселка Красное. Самому маленькому солдату едва исполнилось шесть. Они гордо вышагивали по залу, еще и потому, что отличались друг от друга не только выправкой и желанием победить, а еще и формой. Мы представляем воздушно-десантные войска как знак уважения, потому что дело не каждый может просто взять и поступить туда, во-первых, по состоянию здоровья. Соревнование не только подготавливает ребят ко Дню Великой Победы, это еще и подготовка ко взрослой жизни. Он готовит нас кормить. Мы будем более четко выполнять все команды, которые нам предстоит выполнять. Будем уже более подготовлены. Равнодушных в этом соревновании не было. Каждый ученик горел желанием выглядеть бравым солдатом. В этом году у них качество подготовки улучшилось. Они даже сами, когда сейчас промаршировали, у них чувство удовлетворения. То, что они не подвели школу и выступили хорошо, я думаю, что за честь школы. Мы на них надеялись. Прежде всего, вот эти конкурсы, они воспитывают престиж военной службы, чувство патриотизма, ответственности и очень хорошо дисциплинируют наших молодых товарищей. Из строевых песен, маршей участников и ярких творческих выступлений учеников получился настоящий праздник. Без аплодисментов и наград не ушел никто. Лучшим командиром стал Егор Евтыса из поселка Красное. Команда «Отвага» четвертой школы заняла третье место. Вторыми стали ученики первой школы. А лучшими названы ребята военно-патриотического клуба «Поиск» из поселка Красное.